здравствуйте уважаемые слушатели сегодня у нас с вами пятый ящик пандора открывается и он является продолжением того что мы делали предыдущие передачи а именно сегодня мы будем рассказывать о том что происходит с мозгами человеческого плода когда он готовится наконец-то закончить свой срок пребывания в утробе матери то есть что происходит при подготовке к рождению но это очень важный момент потому что многим кажется и бытуют такие абсолютно точные как бы представление психологов детских врачей разных мистиков и прочих любителей заклинательные змеи который как известно когда тело доходит до конкретного лечения никогда не помогает прошу прощения ну вот дело в том что человеческий мозг на последних стадиях своего развития развивается очень медленно и очень сложные потому что процессы у него происходит пролиферация существа быть нас людьми то есть в этот момент как раз закладывается основная структура многих отделов головного мозга но получилось так что наш мозг не может сформироваться полностью как бы по неким абстрактным генетическим законам то есть эти законы как правило не работают то есть они работают на уровне там до терминации неких морфогенезов и прочего но они не работают никогда не работают для того чтобы сформировать например борозда извинны они формируются по другим законам абсолютно по другим и в этом все дело то есть мы ничего не можем с вами сделать вмешаться в процессы морфогенеза который зависит от межклеточных взаимодействий и только межклеточные взаимодействия являются ключом к тому что мы называем созревание мозга внутри у трубы матери то есть иначе говоря на поздних стадиях развития то есть последний триместр мозг готовится к тому чтобы осуществлять минимальное количество функций после рождения то есть начинают отрабатываться некоторые рефлекторные механизмы это очень важно за их выдают очень часто там какие-нибудь хитрые внутриутробные педагоги даже появились во всем мире когда давайте наймем оркестр там большого театра пусть он играет там уж ребенок развивается это глупость совершенно во первых глухой во вторых структуры которые могли бы это воспринимать не работают но тем не менее родители платят к сожалению это обычная практика сказать обмана бедных женщин в токсическом состоянии на самом деле что происходит когда там дрыгаются ножки согласованно вдруг там начинается какое-то шебуршение начинается двигательная активность с чем она связана дело в том что где-то 4-5 месяцев начинается миллионизация то есть образование оболочек вокруг нервов периферических и вокруг отростков нейронов в головном мозге и в этот момент начинается настраиваться система проведения сигналов и поначалу да действительно там где-то 3 4 месяц там ножка отдельно дергается другая ножка дергается ручка дергается а потом постепенно вместе с созреваниями структуры головного мозга начинают согласованные движения то есть под подтягивается например обе руки это уже большой хороший признак а вот после миллионизации то есть когда нервы оказываются изолированы и готовы совершенно хотя бы часть из них к проведению сигналов начинается активность которую даже можно исследовать ну классический пример сделан еще в 90-х годах это когда взяли зубную щетку такой тогда не только появились это был моднейший гаджет то есть зубная щетка которая сама там дергается электрическую зубную щетку но естественно опытные акушеры гинекологи они тут же эту к брюху матери и посмотреть а ребенок будет реагировать на такое движение действительно между 20 22 и 30 недели ребенок действительно реагирует и надо предъявить там до 100 сделать предъявление чтобы он значит соответственно привык рассматривал вот этого дрожание зубной щетки по брюху матери значит качестве такого нормального явления ну мало ли может быть мама там дрюхается на каком-нибудь спорткомплексе это бывает некоторые почему-то считают что это надо делать то есть такая зубная щетка показала что в этот момент уже начинают включаться после начала миллионизации то есть четыре с половиной пять месяцев включаются и сенсорной системы скажем механорецепторы в том числе кожаные явно срабатывает значит начинают в же момент и срабатывать подошву в ног например на раздражение это было получено не только на абортированных плодах но и после изобретения двух датчиков которые синхронно работают для озди диагностики можно там много чего увидеть и было выяснено что появляется подошвенный рефлекс то есть если там подошва начинает работать то это очень важно почему потому что и движение рук и ног со особенно согласованы подошвенные рефлексы это все необходимое для того чтобы сформировать связи в коре ну как выше моторный центр ну и даже вестибулярных ядрах там бехтеревые дейтерсы ядра то есть там тоже нужно чтобы сигнал проходил для этого нужно дергать ручкой это он не сигнализирует мама включи пожалуйста мне музыкальный хай-фай центр чтобы там не сыграли брамса нет не об этом речь идет речь идет о том что ребенок пытается сообщить своему организму о том какие системы у него в организме работают и что дифференцировалось что можно использовать при этом кстати говоря дифференцировку девочек примерно на две-три недели происходит раньше чего мальчик ну понятно надо раньше потом созреть для репродуктивных целей а так вся эта история все это дерготня внутри у тропы матери движение рук ног а потом и кое-что другое чем мы сейчас поговорим это нужно для того чтобы моторные центры в первую очередь стволовые они сформировались дело в том что все в мозге формируется не одинаково и здесь нужно сказать два слова древние структуры моторные которые лежат в стволе ну такие как те же вестибулярные ядра которые есть собственно говоря и у рыб потому что им тоже надо каким-то образом поддерживать равновесие и анализировать ситуацию то есть от древнейшие центры и вот эти вот древнейшие центры которые нас достались от рыб амфибий и рептилий они дифференцируются первыми как древнейшие структуры именно эти центры потом у нас обеспечат дыхание именно поэтому там дыхательный центр занимающий мизерный размер при малейшем повреждении приносит человеку смерть то есть вот эти все древние центры естественно по эволюционным законам и никаким другим дифференцируются первыми а чтобы они получали сигналы из внешнего мира и могли чтоб ребенок мог схватиться ручками подрыгать ножками парать в конце концов говоря о том что надо покормить будет вот это все формируется на основании древнейших центров и никакого отношения к осознанной жизни к интеллектуальному развитию которые продают эти внутриутробные психологи не отношения не имеет к сожалению это так ничего с этим сделать невозможно отрабатываются самые важные рефлексы то есть те которые понадобятся после рождения ну поэтому например там после пятого места месяца мы видим согласованные движения рук ног ну фиксация потом на мать независимые появляются движение пальчиков пальчики начинают независимые это долго научиться хватать пальчиками долго мы знаем что происходит с человеком который не имел опыта например писание рукой это описано в литературе времен борьбы с неграмотностью о том сколько сил человек там в 35-40 лет деревенский житель который не знал грамоты при обучении сколько он тратил сил для того что просто манипулятивно пользоваться собственными пальцами но не приспособлены они были для для лопаты до для сахи до а для карандаша которым надо было написать текст нет так вот это все начинается у человека до рождения где-то за три-четыре месяца формироваться индивидуальное движение отдельных пальцев то есть это очень важно и до 20 недели например там две тоже движение пальцев конечно она нарастает то есть активно активно но как только связи в головном мозге в стволе образуются все значит потом падает и до 36 недель там в два раза меньше а двигательной активности чем до 20 до 20 недель то есть получается так что у нас период созревания и вот это дерготни внутри матери он на самом деле отражает время формирования рефлекторных вот этих механизмов кота раздражение реакции раздражение реакции и больше там ничего не происходит то есть он не пытается вам рассказать историю построения египетских пирамид добрыми украинцами ни в коем случае и которые мы сообщили из потустороннего мира нет он просто-напросто формирует связи между отделами мозга которые нужны чтобы потом фиксироваться на матери научиться глотать тоже глотательные например те же самое движение они отрабатываются с 20 по 28 неделю внутриутробного развития в этот момент они ребенок глотает и глотает будь здоров как а потом после 28 недели все это немножко падает то есть уменьшается глотательные движения снижаются этот благодаря двух двумя двум датчикам был очень тщательно исследован еще в 90-е годы вот и как раз глотательные вот эти вот движения они и приводят к тому что ребенок хватает около плодную жидкость и это около плодная жидкость попадает желудок дальше проходит по кишечнику и потом в около плодной жидкости происходит процесс дофикации к сожалению как вот плоды то другое дело то что они конечно кубасы не едят но около плодной жидкость там много чего содержит но и по этой причине что вы хотите это тоже надо отработать работа кишечника столь же важна уже как родится ему ножи зачем-то питаться чем питаться молоком матери чтобы питаться молоком ночь должны вырабатываться набор ферментов должна отрабатываться та самая нервная сеть желудочно-кишечного тракта которые я прошлый раз говорил среди меня многие спросили а вот специалиста который написал эту книгу хачанский он где он уже далеко к сожалению в нашей стране отношение к молодым ученым если они не играют на аккордеоне являются родственниками академиков очень плохое поэтому он уже в дальних странах выпустил книжку и уехал это печальная картина но она будет продолжаться потому что декларация зарплата одних реально не совсем другие на поэтому к сожалению наши ученые которые подготовка стать его и кандидата наук такого биомедицинского направления стоит среднем от трех до пяти миллионов долларов они являются золотым фондом западной науки куда они стройными рядами и уезжают вот вам и вся научная программа об этом мы поговорим во второй части передач но дело в том что именно после в конце скажем пятого начало шестого месяца внутриутробного развития происходит с мозгом очень важные вещи ту книжку которую он показывал прошлый раз атлас мозга человека там это подробно описано как это все происходит но начинается формирование активное формирование и до этого идет но очень медленно борозда извилины то есть что происходит борозда извилины у нас на самом деле это отдельная песня потому что некоторые второсортные журналисты и из омоновцев которые пришли любят порассуждать про интер сулькарный компонент но но к сожалению эти люди очень далеки от науки поэтому за красивыми словами прячут прячут собственную безграмотность интер сулькарное то что в сулькусе то есть в бороздке то есть ничего из хитрого нет это наука середина 19 века и гордиться тут нечем кроме собственной безграмотности а на самом деле вот эти самые сулькусы или бороздки борозды извилины извилины то что снаружи бороздок внутри начинают образовываться примерно в тот период который мы сегодня рассматриваем что же там происходит дело в том что на шестом седьмом месяце как раз образуются борозды первого порядка в чем различие то чем в чем секрет дело в том что все виды на этой планете у кого есть неокортекса у кого есть борозды извилины обладают их известной изменчивостью все и собаки и кошки и лошади и коровы все у кого есть у зайцев нету мышей поэтому сменяться особенно нечего а вот все герифицированные маски то есть бороздами извилины измене изменчиво дело в том что есть видоспецифические борозды извилины то есть их называют бороздами извилины первого порядка они стабильны и они в 90 95 процентах случаев появляются у всех представителей давного вида то есть это очень консервативный признак они глубокие они глубоко проникают в полушария и там соответственно также точно кора как и везде значит это очень важный компонент так называемый борозда извилины первого порядка видоспецифический признак вот они появляются у человека в на шестом может быть седьмом месяце и уже все закладываются а что происходит дальше дальше через месяц примерно появляются борозды извилины второго порядка это другой совершенно другая совершенно история которая связана с тем что эти уже борозды более изменчивы то есть они могут там в 60 70 процентов случаев присутствовать а в 20 30 40 отсутствует то есть это очень изменчивый компонент и эти самые борозда извилины второго порядка они носят в основном этнический или семейный характер но в свое время даже были известные работы я привожу свои книжки ну например мозг поляков такой большой красивый атлас который выпущен был в начале 20 века где просто рассматривается полиморфизм борозда извилины выявляются наиболее характерные такие структурные компоненты так вот там есть компоненты из борозда извилины первого порядка но это характерно для всего вида гомо сапиенс а есть борозда извилины второго порядка и вот они уже в таких монографиях которые делались в начале 20 века характеризуют представителей от не отдельных этнических групп то есть они наследуют похоже и самое последнее это борозда извилины третьего порядка индивидуальные которые уже возникают существенно позже обычно в самом конце внутриутробного развития при рождении то что получается это 6 7 месяц это у нас борозда извилины первого порядка 8 9 это борозда извилины второго порядка и потом уже перед рождением и после рождения образование борозда извилин продолжается это все не остановилось сразу надо сказать что они носят наследственный характер мне самому пришлось несколько раз столкнуться с тем что я встречал людей у которых значит там уже два или три поколения предыдущих их предков были исследованы на предмет организации борозда извилина хморка люди были достаточно известны и могу ответственно сказать что три на протяжении трех поколений некие общие признаки борозда второго порядка да у этих людей наследуют надо сказать что борозда извилины это очень индивидуальная вещь то есть если говорить о бороздах извилинах то они более уникальны чем отпечатки пальцев печатки пальцев на 2 миллиона там может быть отпечатков некоторые сходства к сожалению по бороздах извилинам сходство практически невероятно поэтому полезно людям ответственно сканировать череп то есть и составлять герификационную карту это ничуть не хуже чем сетчатка глаза это ничуть не хуже чем отпечатки пальцев если не лучше то есть это очень уникальный и характерный признак меня все время спрашивают а вот как же так бывает люди с очень маленьким количеством борозда извилина с очень большим с чем-то связано это особенности индивидуального морфогенеза мы знаем знаменитого там математика гаусса у которого был во первых большой мозг там около 1700 грамм и гигантское количество борозда извилина и вот шпичка американских исследователей там много авантюристов было всегда он их сравнивал там с мозгом бушменов и болел ответь как здесь много извилин здесь как мало а с другой стороны математика известна софья ковалевская там тоже не очень богата борозда не то есть это конечно к этому никакого отношения не имеет этими пещерными способами которыми до сих пор пытаются работать в том числе и на западе ничего исследовать нельзя это может только имитировать есть еще много интересного что происходит именно в этот момент то что потом сделает нас людьми именно на пятом шестом месяце образуется кроме борозда извилина этом самом неокортексе которыми я говорю формируется кора то есть она сначала двухслойная потом в конце концов становится шестислойно как у всех млекопитающих но и поскольку у человека мозг покрыт не просто корой а разделенный на функциональные поля которые выполняют определенные функции затылочные зрительные там височная слуховая лобная сативные там центральная борозда посредней линии это значит нас моторной области значит соответственно с функциями меняется и стратификация коры там добавляется по несколько слоев то есть иначе говоря существует морф функциональная специализация коры которые позволяют установить границы между этими самыми корковыми отделами вот эти все события начинают происходить на 5 месяц внутриутробного развития шестой ну пятый шестой вот и в этот момент как раз происходит очень активный нейрогенез в коре и как напомню вам то с чего мы начали сегодняшнюю передачу одновременно происходит отработка двигательно-моторной координации он тоже но вначале там не надо ни о чем думать там надо сначала грудь матери сосать и хвататься за нее как можно сильнее что собственно делают все приматы ну у нас тоже самое но вот это вот формирование коры обращаю ваше внимание совпадает по времени с активным нейрогенезом двигательных отделов ну и здесь много было интересных экспериментов проводилась не только так сказать суровой на людях но и на обезьянах ну например давали около околоплодную жидкость вводили меченную радиоактивной серой ну метионином на самом деле тридцать пятом ну вот и проверяли а как идет вот те самые глотательные явления которых я с вами говорил да действительно очень быстро детеныш мартышки заглатовал этот самый метионин меч не он проходил по организму и локализовался из амниотической жидкости уже в мозге ну и они же таким способом отследили что он также чудесно осуществляет и дофикацию то есть выбрасывает через анальное отверстие продукты метаболизма поэтому конечно токсикация женского организма очень велика и очень сложна потому что в этот момент организм матери и испытывает огромную нагрузку не только метаболическую но и токсическую поэтому говорить о том что это страшно полезно ну это довольно смешно потому что да это идет за счет организма матери это все построено на том чтобы она выполнена свои репродуктивные функции значит а в это же время примерно на 30 и 33 неделях чуть попозже от рассматриваемого периода начинаются условно-рефлекторные механизмы связаны с дыханием ну вы знаете что там мужчины дыши дышат диафрагмы женщина межребер но у ребенка это все смешано потому что сам механизм дыхания нужно как-то запустить и вот этот вот механизм дыхательный он активно очень отрабатывается после тридцатой недели но дышать понятно еще нечем поэтому дыши чем то что есть вокруг то есть ничего хорошего не происходит но тем не менее сам рефлекс отрабатывается кроме него крок рождению значит нужно очень много рефлексов выработать и известно что все стволовые рефлексы должны работать иначе 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 человек не сможет на маленький человечек не сможет просто функционировать организм не будет готов к свободной жизни поэтому в момент к моменту рождения уже отрабатывается и дыхательный рефлекс уже экспериментально проверено доказано что есть отлично дыхан на коленный есть анальный рефлекс уже все нормально есть ахиллов то есть набор очень хорош более того с 32 недели у человеческого плода появляются очень четкие глазные рефлексы кажется ну странно зачем чё там смотреть то темновато на самом деле эти самые зрительные рефлекс то есть движение глаз они проявляются но дело в том что каждый из наших глаз он как известно приводится в движение каждое глазное яблоко шестью мышцами эти шесть мышц их тоже нужно отработать чтобы они работали чтобы глазками мог шевелить он там после рождения толком ничего не видит всего 20 процентов поле зрения работает но тем не менее движение глазных яблок должны быть и они отрабатываются внутри утробных собственно говоря при высоко разряжающую диагностики уже видеться начиная с 32 недели то есть иначе говоря он не смотрит никуда и не шевелит глазами не пытается разглядеть потусторонний мир упаси бог нет речь идет о том что отрабатывается механизмы управления глазничными мышцами они кстати говоря в стволе мозга занимают очень много места это серьезное дело именно поэтому мы можем следить за объектами шевеля глазка попробуйте последить за объектом быстро движущимися по диагонали я посмотрю что у вас получится плохо мы это умеем делать не приспособлены то есть иначе говоря даже простые рефлексы которые понадобятся сразу после рождения они вынуждены отрабатываться отрабатываться неделями и месяцами в противном случае детеныш жить не будет но кроме этого там еще происходит масса всяких вещей ну например к рождению там начинают работать на за назальные дырки там различных анальные то есть работать нос а там же ведь есть у нас орган полового обоняния в умер назальная система и это очень важный компонент потому что в зависимости от того в какой среде этот орган водяного обоняния а у нас он стал органом полового обоняния начинает работать такая возможно ориентация сексуальный будет но если ума много мужских половых гормонов а там не мальчик развивается то нанюхавшись то есть закладка половых центров оформирование первичных ядер происходит под сенсорным воздействием одни гормоны будет одна ситуация а если наоборот то будет другая то есть вполне возможно что именно в этот период благодаря умероназальному орган который исторически в эволюции был в прошлом как орган водного обоняния и происходит сенсорная ориентация дифференцировки половых центров мозга человека это достаточно интересная тема хотя не все бесспорно но тем не менее кому интересно что происходит с детьми до рождения тот может посмотреть вот эту книжку морфология сознания и она уже выдержала два издания видимо в ближайшее время будет третье но не стереотипный поскольку второй том еще не вышел и там подробно и рассматриваю все эти вопросы собирая ту литературу которая сейчас очень плохо доступна дело в том что многие эксперименты на абортусах многие работы считаются как бы ну неприлично делать в рамках гуманистического общества поэтому мы очень мало чего знаем на самом деле о детском развитии и популярную литературу популяризаторы и так сказать не очень порядочные врачи заполняют всякими бреднями которые к сожалению слушать очень тяжелого вот здесь собрана более менее научная информация которая проверена в разных лабораториях и считаются устоявшимся научным фактом потому что детей особенно на поздних стадиях развития надо беречь все таки то что будет с их мозгом в процессе развития на поле особенно в позднем нейрогенезе потом скажется на их всю жизнь то есть эту всю жизнь будет сказываться на их поведении ну на этом мы сегодня такую общеобразовательную часть заканчиваем переходим к сладенькому а именно к нашему богородскому дятлу и я попробую ответить на те вопросы которые появились и сообщить те новости которые как мне кажется могут представлять некий разумный интерес вот алексей иванов спрашивает если механия механизма лечения организма напряженностью электрическим полем если у нас в организме происходит ионные обмена в клетках и правда что клетка считывает давление других клеток отсюда и заряд значит нет это неправда то что клетка чувствует давление это все события происходят в эмбриональном развитии когда механо зависимые ионные каналы работают когда позиционный сигнал считывается из межклеточных взаимодействий в пространстве во времени тогда да а у взрослого организма но вы представьте что за чудеса начало давление клетки и клетка значит взаимодействует с окружающим да если придавить например бетонной плитой как было всегда при катастрофах да конечно клетка почувствует это ближе к смерти чем таскать к некой информации а вот лечение организма напряженностью электрическим полем это чудесное занятие я не знаю что там сейчас происходит с политехническим музеем поскольку там какие-то судебные дела но раньше там в те времена когда политехнический музей был общеобразовательным местом и где были действительно достижения науки и техники они экрана как компьютере которые должны почему-то называют интерактивное образование вместо которого то есть вместо конкретных предметов те показывают мурзилки в компьютере я этого оценить не могу и приветствовать тоже так вот в те времена когда музей был не имитацией мурзилок на стенах а там стояли реальные предметы там политехническом музее был чудесный отдел связанные с началом исследования электричества и там стояли реальные соленоиды то есть катушки в которых лечили людей в конце девятнадцатого века это было очень модная процедура то есть тебя брали подвешивали за плечики и поднимали и опускали в эту катушку потом включали достаточно сильный постоянный ток и ты там значит им показывался под воздействием значит те кто испытывал на себе я у меня было пара знакомых которые пережили этот чудесный способ лечения уже в начале двадцатого века они сказали что выходишь конечно сразу видно что подействовало то есть голова чумная абсолютно ну представляете это как огромный трансформатор внутри которого вы оказались конечно ничего хорошего нет а вот напряженность электрическим полем если по нам действовал дифференциально на ионные обмена в клетках ну тогда да но поскольку у вас организм гробится весь целиком сразу то ничего хорошего конечно нет но это то же самое как лечить там цианистом калием организм в расчете на то что погибнут только там зловредные клетки понятно они погибнут но вместе со всем организмом вот такие вот глобальные воздействия они обычно этим и кончаются поэтому лучше так не баловаться не надо сидеть на трансформаторе да и вообще компьютер над подальше отставлять ничего хорошего из него не излучается я вас уверяю хотя очень трудно доказать то что это воздействие оказано вот конкретно этим компьютером в сме и литературе описаны случаи приобретения сверхспособности после удара током молнии или взрывной волной люди начинали видеть внутренние органы понимали древние языки это правда нет неправда значит к сожалению как тебе не долбит окон как тебе не бей по голове обухом к сожалению внутренние органы не видны ты рентгеном не обладаешь ощущать да может но обычно люди вот у меня был один знакомый генетик который играл в футбол и получил по башке бутсы но там более-менее все понятно нет он не стал видеть внутренние органы светлое будущее или далекое прошлое нет он просто не обладал особенными способностями к рисованию но получив по голове бутсы со всей силы будучи вратарем играл в футбол он стал активно рисовать то есть но при этом он дорисовался до того что как бы способность это не было а желание возникло что его абстрактные значит произведения чещур абстрактные были как бы так сказать рассмотрены художниками которые на самом деле паразитировали на модненьком направлении он был одним из участников той самой знаменитой бульдозерной выставки которую снесли бульдозер то есть вот такая знаменитая личность но потом у него с головой все стало в порядке он забросил это безобразие эту мазню нелепую но тем не менее было от участникам такого знаменитого социального явления как бульдозерная выставка к сожалению чудесных способностей методом битьем по голове электрическим током добиться пока не удалось проверка слепой встречный метод проверки показывает что это обычно бывать хотя у нас даже директора института одного из института и санкт-петербург возили девочку которая видела там сквозь стены или сквозь сквозь какие-то предметы то есть таких манипуляторов довольно много то есть не надо верить говорящим лошадям и видящим сквозь стены девочкам это начинает уже беспокоить должно беспокоить психиатров мне кажется наши медики разработали способ борьбы с инсультом когда ломают черепную кость а потом наращивают ее вместе с новыми сосудами так значит это чудесно если это наши медики то я хотел бы сделать это на медики кто это придумал и посмотреть на результат ну или на его ближайших родственников потому что мне кажется что лучше всего автора на сцену при таком методе мне кажется он мягкая не совсем разумен вы веруете что нет бога или знаете располагаете научными доказательствами его отсутствие если таковые есть то не могли бы хотя бы их озвучить бог от один из инструментов эволюционных процессов связанных с искусственным отбором значит да конечно свое время религиозные течения в том числе эти логические христианские евромические разные другие они принесли большую пользу потому что смогли организовать эволюционный процесс искусственного отбора среди гомини то есть нас с вами польза была от этого до огромная потому что ну во первых так или иначе распространялась грамм религии потребовалось например христианство потребовалось почти тысяча 300 лет 1500 примерно для того чтобы убедить каннибализм в европе а то они там ели друг друга почем зря и ты было мало и в голодные годы они детей друг друга ели на проповую то есть как-то это мало совмещается с пацифизмом и гуманизмом то есть религия в этом отношении запрещала есть себе подобных тоже очень полезное дело то есть а вот наличие отсутствия бога я никогда не оперирую с лингвистическими конструкциями потому что можно сказать что есть но не бог есть какой-нибудь мумба юмба секретный который есть мумба юмбистка душа которая совершенно отличается от всяких других душ и значит вот будете молиться будьте счастливыми то есть это эволюционный механизм социализации людей и потом искусственного отбора потому что кроме полезных всяких вещей типа борьба с канигабализмом религия дала тоже огромные скажем так отрицательные результаты но вспомните хотя бы крестовые походы внутри европы когда уничтожались там по 60-80 процентов населения от того что не платили церковникам десятину а что они предлагали взамен обещания ну так простите этим занимались и при построении коммунизма только коммунисты были почестнее потому что они сказали ну вот ваши дети там они будут жить при коммунизме или правнуки ну или там Никита Сергеевич Хрущев сказал что в 80-м году мы будем жить при коммунизме на полном серьезе но дело то в том что те обещали что хоть при жизни людей что-то будет а эти просто торгуют обещаниями в советские времена была статья называлась воровство на доверие то есть но поскольку это роль огромная была в эволюции человечества хотя и зачастую отрицательная все-таки этап этот был пройден надо отдавать ему должное многие люди не вышли из той фазы эволюционного отпора которая соответствует религиозным представлениям ну и хорошо если их устраивает такое объяснение мира не надо им мешать пусть будут счастливы никто не отрицает вы можете верить во все что угодно вопрос такой всегда на который надо отвечать а вот это ваше верование оно позволяет вам прогнозировать будущее или его изменять по методу известной добавки нет не позволяет ну тогда ставьте его себе и хотя бы не пропагандируйте каждый может верить во все что угодно но когда решает конкретные вопросы почему то дело кончается все время колбасой потому что духовная пища она замечательна но питаться и бесконечно невозможно дальше значит верно ли что любовь это всего лишь навсиверсия доминирования этакий эволюционный механизм нет любовь не инверсия доминирования любовь это совершенно другая вещь это очень серьезное дело благодаря ему человечество сохраняется до сих пор дело в том что наш мозг вот при созревании о котором мы говорим там в первую очередь начинают созревать двигательномоторные сенсорные области а потом как только вы оформились как гомо сапиенс ножки ручки выросли молочные жиры отросли эрекция началась что начинается репродуктивный период это главное в этот момент как вы знаете студенты первокурсники старые школы старшие школьники они вообще перестают соображать это многократно обсуждалось написанной килотонной литературы и в этот момент репродуктивное поведение подчиняет себе все именно поэтому люди размножаются потому что удержаться не могут ну и все поведение крутится вокруг этого послушайте песни которые поют там же сплошная репродукция кто как кого соблазнил неудачно размножился или удачно размножился фильмы об этом же самом через каждые 20 минут репродуктивная проблема или ее решение или ее последствия или отсроченный результат или дележка репродуктивных последствий я как-то студентов попросил подсчитать количество времени которое прямо или косвенно на телевидении затрачивается на биологические процессы и на интеллектуальные ну то есть то что мы гордо называем принадлежит нам как гомо сапиенс так вот оказалось что девяносто восемь процентов времени мы обсуждаем еду выпендрешь то есть доминантность и решаем репродуктивные проблемы или показываем примеры как надо решать или обсуждаем эти проблемы то есть это что о чем говорит это говорит о том что у нас на самом деле 65-67 процентов телевидения это прямые репродуктивные вопросы которые мы рассмотрим больше нас ничего не волнует или подходы к их решению ну там нужно норки чтобы у всех были для размножения все речь квартиры нужно чтобы колбасы хватило чтобы там эрекция была иначе дети не заведутся ну и прочее все мы в этом отношении настолько биологично что полазив по телевидению или интернету вы там следов не найдете мало-мальски разумного то есть то что позволяет нам называться людьми поэтому вопрос хороший это никакая не версия это основной биологический процесс на котором построено все на которой заставляют решать в той или иной степени или предлагают решать за очень дополнительные деньги ну в смысле за вашу жизнь в обмен на вашу жизнь вы можете размножиться вот примерно такая плата в 35 лет настроение вообще нет что-либо делать как-то связано с разблоданферонсовкой дофаминовой системы никак вот значит отдайте все деньги нищим и идите в моряки смотришь чем захочется когда еда кончится ну вот потому что с дофаминовой системы никак не причем тут дофаминовой системы вы наслушались каких-то дебилов просто у меня дружеслов нет таких вы литературу научную почитаете хотя бы учебничек для начала написанный не этими идиотами которые друг у друга переписывают и почитайте что дает дофамин не выдумки полоумных психологов а все-таки что-то более-менее вменяемое а потом задавайте такие вопросы к дофаминовой системе это никакого отношения не имеет что вы думаете по поводу гормональных типов по Хелен Фишер при обладании дофамина я вы знаете вот это мелкое жулье вообще обсуждать не намерен здесь нечего обсуждать просто люди которые не знают ничего кроме одних узких метаболических механизмов гормональной регуляции поведения и пытаются к ним притянуть все ну простите меня если вас устраивает такие объяснения продолжайте я не спорю если вам нравится упрощенный это сказать восприятие мира то давайте тогда лучше все-таки мне кажется отдать свою свое внимание каким-нибудь религиозным там даже поразумнее будет чем вот это вот нелепости при сдаче на права нужно запомнить тесту психиатра из 20-30 вопросов держи же звучит так как вы ответили на все вопросы как правильно отвечать просто да или нет на все в этом месте дело в том что психиатры это отдельная епархия они считают что с помощью лингвистических приемов они могут так сказать разобраться в поведении человека к сожалению это не так поэтому заполняйте по образцу не надо дальше как определяется функция неизвестного подполя не встречающего из других людей как у маяковского как это наследует такого подполь в следующем поколении никто вам этого не скажет этого поля как у маяковского подполья 47-го поля не нашли ни у кого поэтому на этот вопрос о наследовании ответить невозможно а функция определяется при анале по анализу жизни потому что в идеале надо было бы сделать как делали в начале 20-го века брали вырезали кусочек смотрели что будет но поскольку у нас психохирургия теперь называется глубокая внутрикраниальная стимуляция то есть ничего не изменилось это чистый обман игра слов гуманистическая на самом деле все то же самое то вот такой специальной стимуляции если найти у кого это подполье есть можно это выяснить а так нет извините ничего вы не выясните потому что методом томографии можно только найти опухоль какое-нибудь изменение кровоизлияние еще что-то ишемический или геморрагический инсульт больше там ничего определить нельзя все остальное является чувством мелким жульничеством как определяется функция так еще здесь значит если все манипуляции то скучно жить это ваш выбор в сша вырисовывается новый принцип искусственного отбора на государственном уровне по сексуальной ориентации нас будущем ждет американская цивилизация сплошь состоящая из гомосексуалистов они так надеются но дальше будет успокоить в ближайшее время америку можно будет спокойно стирать ластиком с карты в переносном конечно смысле поскольку то что сейчас там произойдет это я об этом говорил неоднократно на других каналах и отдельно к сожалению трамп это инструмент нового цикла искусственного отбора по мозгу то есть и трамп запустил эту машинку то есть что он сделал ну он пытался как-то как он умел так сказать привести Америку в чувство и вырвать из рук международных финансистов прохиндеев которые собственно говоря живут им на эту Америку тоже плевать живут за счет финансовых спекуляций понимая что это не приносит никаких доходов он пытался исправить страну как мог я не буду вдаваться тут профессионалов полно но самое главное что с биологической точки зрения он сделал он показал четкие критерии социальных различий людей которые применяют к своему окружению к другим людям которых считают противниками разные механизмы искусственного отбора то есть сегодняшние демократы придя к власти по сути дела заложили основу уничтожения США почему не потому что там будут какие-то глобальные экономические проблемы они тоже будут через некоторое время но там в людях поселилась страшная вещь они увидели самое страшное неравенство искусственного отбора то есть на одних действует одна форма а на других другая вот там на гомосексуалистов действует одна одни рамки они там друг друга поддерживают толкают проводят в политику в бизнесе поддерживают ну вот такая мафия своеобразная вот там по цвету кожи тоже своеобразная мафия возникает там по вероисповеданию и так далее и тому подобное но здесь оказалась страна разделенная на две части поскольку здесь существует еще подход к тем финансовым процессом которые происходят в Америке одни говорят давайте строить страну а другие нет будем по-прежнему воровать деньги обманывать всех кругом хотя это уже не приносит дохода и вот на этом основании запут будет запущен совершенно другой серебральный сортинг я очень опасаюсь что серебральный сортинг современных США может принять летальные формы для этого есть все основания почему потому что во-первых очень много оружия во-вторых тот население которое за развитие Америки против международных финансистов оно умеет ими пользоваться потому что это обычно белые люди которые хорошо зарабатывают которые ходят в стрепоковые клубы это очень дорого это стоит безумных денег в США такие развлечения они ходят и умеют это делать как вы думаете что произойдет когда сейчас дорвавшиеся до власти демократы из самых лучших побуждений ну в смысле искусственного отбора и вы понимаете что искусственный отбор поскольку это биологический процесс тут моральные критерии не уместные об этом говорил и вы видите что сейчас происходит там ни по каким моральные критерии работать не будут они моральные критерии работают только для своей группы участников этого искусственного отбора а для других этот отбор будет другой с другими критериями и никакой справедливости там пахнут не будет даже издалека там никогда ее не было ни в какие времена а сейчас уж не будет и подавно ну посмотрите что сейчас в том же Лондоне делается там многие знакомые бегут оттуда потому что их там всячески обижают прямо около любимых домов небедных и возвращаются сюда деваться больше некуда так что могу сказать что в америке будет происходить новый искусственный отбор летального типа то есть душегубством масс который примет особо ожесточенные формы через несколько лет когда система отношений перешагнет рубеж так сказать разрешенного разрешенного поведения для этого нужно время как всегда то есть медленно раскачиваются так же как и мы но быстро ездят так что большинство американцев как демократам так и республиканцам советую учить русский язык это очень полезно потому что это язык их будущих хозяев поскольку кроме как к нам им деваться будет некуда по сравнению с нами их друзья демократы республиканцы покажутся намного меньшими гуманистами так что советую уже начать сейчас обучать детей смотришь они выживут у нас еще осталось немножко времени я сейчас прочту вам веселенькое из раздела Богородского дятла значит есть замечательная статья вышла которая широко обсуждается но настолько веселое что просто я не удержался что статья называется генетика матери определяет насколько умны ее дети и по мнению исследователей отец не имеет никакого значения это чудесное ну понятно что и написала Шарлотта ну вот дальше рассуждения но это действительно только для Шарлотты можно такое рассуждение такого рода что значит генетики доказали понимаете кто это такие это вот эти вот био а а а а арифметики которые сберут статистику не знаю ни биологии ничего и потом подставляют формулы потом говорят смотрите вот здесь связи есть это вот такая наука у нас сейчас процветает во всем мире так вот значит Шарлотта рассказала о том что в х хромосомах женщин существует целых два гена ума во-первых ген ума это само по себе кстати можно выступать просто в цирке с такими выступлениями ген ума у нас уже были последователи Иван Петрович и Павлова которые говорили о том что у нас есть рефлекс свободы на полном серьезе директора институтов некоторые неровные деятельности и которые рефлекс свободы ну они почти дошли до рефлекса ума чуть-чуть не хватило но более безграмотные генетики они быстро до этого дошли так вот там целых два гена ума интересно какого левого и правого ума видимо такой ум подразумевается в хромосоме дальше еще веселее значит Шарлотта сообщает человечеству что в игре то есть мужской хромосоме только один ген ума тоже непонятно какого ну вот и что мол где по этой причине женщины они и дают своим детям ум но это катастрофа потому что иногда получается рождаются девочки и тогда х хромосомы и от папы и х хромосомы от мамы и как тут решить от чего произошло поумнение ну Шарлотта не задается ну вот можете сделать выводы о женском уме найти эту статью довольно интересно и очень весело по уровню безграмотности соответствует нашим образцовым популяризаторам науки тут уж ничего не сделаешь ничего не скажешь ну вот есть еще много веселых публикаций ну например ученые из Оксфорда я не знаю кто их там называет учеными аж 20 в конце года сообщили о том что они нашли оказывается это вы не поверите я сам не поверил своим глазам оксфордовские ученые интересно после какого напитка они к этому пришли они нашли чисто человеческую область в мозге человека которая отсутствует у мужей это неожиданный ход мысли потому что у мышей мозг вообще бороста извилин не имеет то есть гладкий и вот эти ребята нашли не просто центр мозга они дословно как следовало ожидать совесть у людей разного размера они в нижней части лобной области ну примерно там где у нас находится центр определяющий индивидуальный характер индивидуальные особенности нашли центр совести не больше не не совесть у людей разного размера то есть поле у них разного размера у них совсем маленькая размером с качанчик брюссельской капусты а у других побольше с мандарин вот хоть стой хоть падай то есть они нашли цевловую центр совести ну видать совсем дело дрянь с грантами видимо денег не дают обещают выгнать в шею но только пришлось вот заняться совестью так более того самая главная функция это оказывается у этого центра совести выбор между добром и злом почему совесть сохраняется у людей с травмой в этих областях особенно двухсторонней для меня загадка но видимо это странная мысль как мне оксфордовским ученым не приходит единственное что я могу посочувствовать нашим олигархам которые учат детей вот у таких прости господи ученых у которых там совесть видимо размером как раз с брюссельскую капусту то есть очень небольшая есть много других веселых работ вот которые просто вызывают потеху к гомерическую мозг мужчин и женщин устроен по-разному это неожиданность тоже пришла западной европы то есть причем какой гениальный ход мысли оказывается у женщин мозг отличается от мужчин тем что у них больше мозолистое тело то есть связи между левым и правым полушарием а у мужчин оказывается больше связи между затылочным полюсом и лобным они сочетали связи и показали достоверно конечно как вы понимаете статистически и методом гибких структур и биоарифметики то есть доказано что у мужчин оказывается отличие основной связи между лобной и затылочной поэтому все особенности поэтому мужчинам лучше удается выполнение задач связанных со сприятием и координированными действиями причем тут координированные действия когда зрительная и ассоциативная область связаны непонятно а женщинам социальной деятельностью и все что связано с памятью вот хоть стой хоть падай то есть мозолистое тело у нас социальную деятельность оказывается определяет и ну заодно и память ну что ж очень мило есть и занятные работы с пользой для человечества ну например лишние килограммы и увлечение порнографией в интернете обращаю ваше внимание негативно влияют на память ну как вы знаете это ученые шведского университета все таки страна имеет занимает твердое второе место по количеству врожденных патологий головного мозга неудивительно значит в общем они изучали тех кто смотрит порнушку по интернету и говорит что значит те кто смотрит обычно они еще и жирненькие потому что видимо наслаждаясь еще и закусывают хорошо но ты поэтому они хуже помнят а что им помнить если они увлекаются порнуха и едой это в общем то основные занятия для гоминид то есть это любимая шведская деятельность и зачем тут мозги то так что несмотря на то что эксперимент был чистый использовались десятки гетеросексуалов с известными постоянными увлечениями тем не менее работа очень забавная потому что это и так в общем было давно известно но есть много других всяких глупостей которых не хочется тратить время ну вплоть до того что из Массачусетского университета там доказывают о том что способность человеческого мозга помнить то чего не было вовсе молдия связана с особенностями отдельных нейронов но это глупость просто по определению потому что у нас не отдельные нейроны управляют памятью а целые совокупности клеток которые работают для того чтобы запомнить хоть что-то к сожалению не отдельные нейроны а миллиарды клеток вовлечены в этот процесс на этом мы сегодня с вами заканчиваем нашу встречу до свидания до следующего раза я надеюсь что следующая наша лекция будет посвящена уже новорожденным детям их мозгам что с ними можно делать а что нельзя на этом до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...